Реконструкция Магнитогорского аэропорта стала центральной темой сегодняшнего расширенного аппаратного совещания в администрации города. Действующий аэродром был введен в эксплуатацию в 1998 году. 30-летний срок его службы не истек, однако с учетом развития авиации он уже мало подходит для приемки современных воздушных судов. Сколько стоит реконструкция и какие еще темы обсуждали на совещании, расскажет Елена Тимофеева. Традиционное пятничное совещание началось с приятных моментов в подведении итогов конкурса среди образовательных учреждений на лучшую территорию. В числе призеров этого года три детских сада и четыре школы. Абсолютным победителем конкурса признана территория школы номер 63. Благоустроенная территория школы номер 63 представляет собой комплекс тематических площадок для спортивно-оздоровительной, игровой, познавательной деятельности и патриотического воспитания. Фасад здания украшен росписью в тематике, посвященной родному городу. Директора школы и заведующие детскими садами получили дипломы, а глава города Сергей Бердников заметил, тем, кто пока не удостоился наград, необходимо подтянуться до уровня победителей. Продолжаем в этом же направлении работать, развиваем это направление. Втягиваться сюда должны буквально все. И наша задача, чтобы нам было все труднее выделить победителей. От праздничных тем к будничным перевела ход совещания представитель налоговой инспекции. Наталья Богданова напомнила, что срок уплаты налогов физическими лицами в этом году истекает 2 декабря. Уведомления уже разосланы, ведется активная работа с должниками. Наша инспекция достигла уровня собираемости по прошлому году 69,3%. Это превышает по Челябинской области на 3% уровень и по среднероссийский уровень на 1%. Задачу, которую поставило нам управление по Челябинской области на этот год, это 72%. Это очень высокий процент. Центральным на совещании стало обсуждение реконструкции Макитогорского аэропорта. В связи с развитием авиации ему становится проблематично принимать современные воздушные суда. Для реконструкции аэродрома федеральным бюджетом выделено 5,3 миллиарда рублей. В 2020-2021 годах планируется утвердить проект, а далее начнутся строительные работы. Мы ожидаем, что 2022 год начнутся при плюсовых температурах. Будет закрыта треть полосы. Соответственно, мы будем продолжать эксплуатацию самолетов, но в меньшей вместимости. И самый сложный год будет 2024-й. Это закрытие середины ВПП. И там период от двух до трех месяцев, когда работа не сможет принимать воздушные суда. В результате реконструкции изменится не только толщина и качество покрытия аэродрома, но и обновится ограждение, электрикое количество стайночных мест возрастет с двух до шести. Появятся собственные очистные сооружения и аварийно-спасательная станция. Глава города заметил, работы должны проводиться с минимальными неудобствами для пассажиров. Практически все пользуются услугами воздушного флота. И в этой связи аэропорт просто необходим. У нас с вами один простой человеческий фактор, чтобы было больше рейсов и ниже на них цена. Потому что не секрет, что у нас цена не самая низкая на билеты по сравнению с крупными аэропортами. Увеличение пассажиропотока способно снизить стоимость авиабилетов. Но кроме аэродрома реконструкция необходима и зданию аэропорта. Его выпускная способность сегодня в четыре с половиной раза ниже реальной. Проект нового аэровокзала в разработке. А пока городские власти рекомендовали поскорее отремонтировать в аэропорту светящиеся буквы, составляющие слово «Магнитогорск», чтобы гости города знали, где приземлился их самолет.